Привет, мои дорогие девчонки, мальчишки! Новостей много, есть о чем поснимать, есть что рассказать. Отвезли гельмиона на стерилизацию. Первый вопрос у себя будет, конечно, какая цена стерилизации. Я вам сейчас покажу прям чек. Так, 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 так. Вот, 3178. Чтобы вам было хорошо видно. 3178. Но туда вошел еще и... Где же мне его найти? Не вижу где. Ставлю вам вот фотографию. На гельмиона дано такой костюмчик, получается, для головы, лап. Но ее в нее поместить не получилось. А чек на крови обрезать сразу полукругом, чтобы он ее там не колол. Чек-то и обрезала, а одеть на нее не смогли. А стоит все это удовольствие 246 крон. То есть, если бы я знала, я бы не покупала эту трикотажную одежку на нее. Выписали, я сейчас покажу вам витамин. Не витамин, но как антибиотик, таблеточки. Вот рецепт. Но у нас в Украине было два кота, две кошки. Мы тоже их стерилизовали. И нам ветеринар посоветовала там, говорит, чтобы не давать кошке антибиотик, чтобы в желудок ей не сажать. Просто местно мажьте антибиотик. Мазю с антибиотиком левым миколем. То есть, я вот этой мазью мазала. У нас она в Украине. Есть. Вот так она выглядит. Мы сюда привезли. И поэтому просто мажу ей. Мазю и все тут в второй день, все хорошо. Что еще я хочу вам показать. Выдали еще вот такой вот лист. Прям здесь вот расписано, что гермиону сегодня стерилизовали, что во время сна наркоза она открывала глаза, поэтому глаза смазали какую-то специальную мазь, чтобы у нее глаза не пересыхали. То есть, в течение, там, написано, на 14-12 дней что у нее сам рассосется и так далее, и тому подобное. То есть, вот прям рекомендации, рекомендации. То есть, вот три листа. Спросил у них еще, что мы были 10 июля у них, когда, помните, ее взвешивали, смотрели, где там ей зубы, температуру, все-все-все-все-все. А в ее паспорт нам не сделали запись. О том, что она была, то есть ей было, ну, как бы полгода, плановый осмотр в том месяце. Они говорят, мы такие записи не делаем. Я говорю, ну, в паспорте здесь же для этого отметка. То есть, на тот момент ее рот был такой-то, вес, все-все-все-все-все. Но, возможно, еще раз, когда схожу, покажу, может быть, запись все-таки они ее несут. Так, с гельмоной вроде бы все разобрались с этим. Что еще? Вы знаете, я никогда в жизни своей не пробовала бюрок. Даже не на существует такое блюдо. Ну, как бы покупала, но не знала, что это восточное блюдо, и оно так готовится. У меня появился вот такой восточный, ну, как, не восточный сыр, сулугуни. Ну, специально для этого блюда бюрок. Но там же, кто знает, это, знаете, такие вот тонкие-тонкие колбаски, свернутые, и они с мясом бывают, с сыром бывают. То есть, в восточном магазине мы их, я люблю вот эти вот такие наборчики брать, но сама никогда не делала. Там очень тонкое тесто. Мне даже вот привезли это тесто, я вам сейчас покажу. Оно такое все, как вам показать, там оно настолько слоеное вот. Ну, так не покажу, вот так, может быть, видно. Слованное. То есть, как делается? Вот вы положили сюда начиночку, просто свернули, закрутили, можно обжарить, можно в духовке. Слоян там море. Вы знаете, я очень люблю какие-то новые вещи готовить. Буду готовить. Что еще хочется приготовить? Что еще буду готовить? У меня есть баклажанчики, есть цукини, и купила сегодня вот только что. Вот такие четыре огромных-огромных классных перца взяла. Сейчас я вам покажу еще один. Видите, они такие коснючие-класснючие, мясистые, очень сладкие. То есть, икра, но не такая. У меня вот на моем кулинарном канале есть рецепт, то есть, в духовке запекаются баклажаны и цукини, и в духовке запекается перец. Со всего этого снимается шкурка, кожура. Режете. Можно сделать с мясом, с базиликом, если есть вот это такой синий базилик где-то. Перемешивайте, заправляйте оливковым маслом, с чесночком, с лимончиком. Прям мега вкусно. Это вот на мой вкус. Хочу сделать, потому что жареные баклажаны, ну, как вы знаете, вот эти вот, как мы их называем, теченый язык свернутый, но это каждый раз. А вот что-то нового пробую и не жареное. Мега круто. Кто хочет, рекомендую всем. Что еще у нас сегодня? Мы были в этом восточном магазине, мы купила какой-то такой очень интересный чай. Посмотрите, какой. Буду заваривать, буду пробовать. Что мне подвело купить такой чай, который заваривается? Сейчас я сейчас покажу. У меня появилась вот такая, девчонки, мега классная чашка. Смотрите, какая она класснючая. Ну, вот такой блюдце. Вот блюдце. Сама чашка с крышечкой и внутри, сейчас переверну, вам видите, ситечка. Она очень такое, знаете, легкое-легкое, вообще невесомое практически. И здесь, в принципе, задумано заваривать чай, потому что я пью сутками кофе, 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 много кофе. Вот теперь, возможно, я начну пить. Ну, жалко, чаек, но мне жалко, что не передает против света, какой на ней красивый рисунок переливается. То есть чашка, так, знаете, прям создает мне настроение и настроение. Вот чашка есть, куда бы поставить, чтобы не разбить. Дальше показываю вам покупочки, покупочки. Ну, плацанчики, это тем, кто худеет. Такие кольца еще есть. Так, ромашковый чай, Таня говорит, мама, мне купи ромашковый чай, ей очень нравится ромашковый чай, Анютки. Масло. В Норвегии ни разу не ела торт, где крем наш, помните, сгущенка со сливочным маслом взбита, настоящий сливочный крем. Вот взяла это масло, не соленое. Кому интересно, вот так оно выглядит, не соленое масло. Именно масло, не спрей. Сняла вам это. И сухари, помните, в прошлый раз была, называется булка, а я их взяла сухари, тоже новое, интересное, как бы вам так показать их. Ну, они, вот, понимаете, как будто крошины белых хлебушек. Они совершенно другие. Вот их так будет хорошо видно. То есть, знаете, если вы сделаете в них котлетку, она будет такая хрустящая, вареная, тоже мега классная. Очень-очень-очень мне это понравилось. Так, что еще? Сегодня мы еще были на рисовании. Ну что, еще одно занятие в студии, я вам покажу, какой цвет фон. я нарисовала. Ну, еще, не знаю, как оно будет смотреться вживую. Такое, темно-сиреневое. Непонятно, что это будет еще. А вот, знаете, эта монетка старается, старается, рисует мой ребенок. Ну, а я сто первого раз переделываю свою картину. Она темно-сиреневая, и вместо луны у меня получилось солнце. Ну, посмотрим, что будет дальше. Фон был вот такой сиреневым, но я потом решила, что у меня не хватает какого-то вот такого зеленого-синего. Теперь у меня будет вот такой фон, синий-зеленый. Переделываем. Два часа рисуем фон. Это моя высушенная картина уже. Ну и что еще хочу сказать. покажу вам еще Анютке свитер, на каком этапе. Вот уже. Так, сколько связано. Вот такой цвет. Потом будет, наверное, у нее, не знаю, хочу ли вам посоветоваться. Хочется либо оранжевый вставить потом, либо, либо желтый. Потом оранжевый, и потом под конец вот такой синий. Но Анютка что-то говорит, мама, оранжевый, ей не хочется. Предложила ей красный. Вот таким вариантом. Красный тоже ей не нравится. Ей нравится просто вот так вот, чтобы был голубого побольше, желтенький, под конец синий. Понимаю, что желание ребенка как бы надо учитывать, но мне кажется, он тогда будет такой, знаете, не будет сказать, в нем зимой какой-то вести овости, какого-то солнышка. Вот мне хочется добавить либо желтого, либо оранжевого, либо красного, какого-то такого цвета. Так что, видите, вот свитерочек движется. Еще вчера-вчера встречалась с куратором, она наконец-то вышла из отпуска, и у меня, я уже не стала снимать на эту тему отдельный ролик, в июле выплаты были на Анютку, забыли, что у Анютки есть мама. Ребенок живет без мамы. Ну, зачем ребенку мама? То есть, выпадная на себя я не получила, писала, мне вернала письмо, что ваш куратор находится в отпуске. Гельмиона залезла. О, ключик у него на столе. Этот ребенок постоянно залезает в пакеты. Постоянно в пакеты ребенок залезает. Все, выпустила. Писала, писала письма, то есть, по-моему, без толку. И квитанция, у меня уже 27 тысяч, почти 28, на оплату за коммунальные платежи. Они накапливаются, накапливаются, я уже несколько раз ходила, кидала в почтовый ящик, отдавала одной сотруднице в руки, но не спросила, как ее зовут. Потом, под конец, уже был мужчина, с которым со мной общался, все, звали его Карлос. Уже Карлос отдала мне все-все, я вижу ваше заявление сканированное, показала мне мое заявление сканированное, самое интересное, что. Да, я верю, что вы не получили выплаты, завтра вам зайдут выплаты на карту. Слава Богу, у нас уже за 10 августа, выплат еще мне за июль нет. И квитанция тоже, я уже каждый раз хожу в библиотеку, распечатываю, отдала ему лично в руки, пообещал, идут дни, идут дни, ничего не меняется. И наконец-то, наконец-то вышла из отпуска моя куратор, я прям вчера ее увидела, прям кинула ее внимание, говорю, мне так тебя не хватало, мне так тебя не хватало. Сели, пообщались, тесно, какие-то вопросы у меня были, все позаписывала, она говорит, этот вопрос решим, этот вопрос решим, вот, и завтра я уже иду на собеседование, касательно, начнется у меня интеграционная программа. Что будет на собеседовании, не знаю, потому что многие мои подружки говорят, собеседование у них было один на один, а вот девчонки, которые с нашей командой пришли, вот недавно тоже были на собеседование, говорят, нет, а нас было целый класс, там 20 человек всем выдали анкеты, кто как заполнил, потом листики сдали и все. Как будет мое собеседование приходить, я не знаю. А еще есть спекла, вот такой прям красивейный, красивейный пирог с черешней, еще видите, от него пар идет, сейчас разрежу ножиком, посмотрим, какой внутри получился. Ну и, конечно же, компот, черешня с яблочками и просто картошечка с бекончиком, все по-простому. Так, разрезала, сейчас еще горячий, немножко как-то постараюсь аккуратно, аккуратно, ой, слушайте, какая красота, девочки, мальчики, прям просто, он такой получился, нежнятина, нежнятина, прям очень классный. Посмотрите, какой он получился, весь рыхл, очень классный. И черешня, видите, цвет не потеряла, осталась такой же красненькой, но красивый, очень, честно говоря. Вот я заварила чаек, видите, положила сюда, ну, четыре разных цветочка, один желтый цветочек был, сиреневый цветочек, еще какие-то, и буду сейчас вот с кексиком пить чаек. Это очередной Анюткин шедевр нарисованный, у нас там уже висят в спальне две ее картины, сейчас пойдем крепить третью картину, а у меня, честно говоря, я так понимаю, что вот один мой шедевр висит, еще дорисую свою луну, на луне тоже будет там что-то еще задумано помимо луны, я думаю, что если она не будет сильно мрачно, займет место здесь рядом, будет сильно она мрачно смотреться, но в другом месте где-то повешу. И еще сегодня идея, знаете, вот такая маленькая-маленькая рамочка, и на этой рамочке девчонка рисовала просто кружку, и там сердечки-сердечки. Я хочу нарисовать вот, ну, кружку, но на ней не сердечки, а нарисовать двух котов в обнимку, то есть в интернете видела котики такие, знаете, голова к голове, и у них сплетенные хвостики, тоже очень классно, мне прям понравилось. То есть меня прям тоже пробило на котов, там такая тематика, столько про котов, ну вот классные-классные, мимимишные коты, но я же никогда в руках не держала кисточку, но тем не менее одну картину рисовала, сейчас тяп-ляп, получится-не получится, рисую вторую, и очень хочу котов, там одна здесь задумка, но не такие сложные. Все, вроде как вам все рассказала, наболтала-наболтала. Вот, спасибо за поддержку, за лайки, за комментарии, и, кстати, когда были в НАФИ, представьте себе, я же скромная девушка, захожу, слышу нашу знакомую речь, и сразу с порогой, ой, говорю, как приятно слышать знакомую речь, молодой человек, девушка там заполняет документы, и у меня поднимает гугл, здравствуйте, я вообще-то вас смотрю, и мы начинаем с ним обсуждать им какие-то нюансы, то есть очень было приятно найти, увидеть человека, который является одним из подписчиков, здесь, в Норвегии, я стою на остановке и встречаю подписчиков, то есть очень много людей, которых я встречаю, мои подписчики, а когда мы сюда только приехали, ну, на гуманитарке, ко мне прям подходили, здоровались, и много очень людей, которые говорят, я приехал по вашим видео, много людей пишут, Олечка моя, у которого мы были в гостях тоже, над я приехала, благодаря этому видео, если вы помните, и когда-то я захожу в Скандик, я понимал, что вот ты снимала ролик про Скандик, что вот ты тоже здесь, и вот все вот эти моменты, моменты, это, знаете, дает какие-то внутренние резервы, я понимаю, что то, что я делаю, это очень надо людям, это приносит им пользу и уверенность, что они не останутся на улице, что они не будут голоду, и лучше рискнуть, и поехать волонтерами, собрать средства, чем остаться на родине, ну, под бомбежками, и не хочу комментировать, конечно, но цены растут космически, очень много всего неправильного, на мой взгляд, происходит в стране, когда и гуманитарка в магазинах продается, и собирают в группах в Телеграме, на тепловизоры, на что-то, что-то еще, то есть получают миллиарды в странах, а в группах Телеграма собирают на машину, на то, на то, на то, то есть нашим войскам, нашим военным, собираем донатами, то есть на мой взгляд, это не совсем правильно, но возможно я чего-то не понимаю, возможно я чего-то не знаю, знаете, вот такие диванные войска, которые рассуждают, не хочу подавляться диванным войскам, все, мои хорошие, пока-пока, до новых встреч, искренне, ваша Наталья Чалая.